всем привет из омска это видео про дома ранее в других видео я уже знакомила вас мои прекрасные зрители с недвижимостью в израиле мы смотрели дома в хайфе сегодня на очереди омск на мой взгляд омск очень контрастный город и сейчас вы это все увидите как и во многих городах россии большую долю на рынке недвижимости в омске составляют хрущевки куда же без них эти панельки в свое время очень сильно выручили города решая проблему с жильем но сегодня конечно планировка таких квартир сильно устарела но несмотря на это дома реставрируются них делаются ремонты и скорее всего хрущевки еще долго будут служить людям в 90-е вместе с перестройкой стали перестраивать и дома а вернее строить новые красивые некоторые дома получили даже свое название тогда же появились велось понятие элитное жилье в середине 90-х на набережной артыша неподалеку от транспортной академии появился первый необычный в те времена дом в народе его прозвали золотой зуб по сравнению с привычными хрущевками это было неожиданно красиво и дорого сейчас конечно же уже мы привыкли видеть такие разные красивые дома но в 90-е это конечно был разрыв шаблонов эти два красавца построили уже в более позднее время а называются они два капитана вот такие два красивых современных домов в омске неподалеку от железнодорожного вокзала этот дом для солидных господ также имеет свое название дом губернатора а прозвали его так после того как глава региона арендовал в нем одну из квартир говорят двушка 127 квадратных метров этом доме стоит на секундочку чуть больше 21 миллиона рублей в шекелях это будет примерно 950 тысяч шекелей к примеру в хайфе нужно купить трешку не новую трешку но неподалеку от моря за эти же деньги в омске есть и другие представители элитной недвижимости двор огражденный забором с расшлагбаумом охрана камеры наземные парковки детская площадка но наряду с этой красотой этими красивыми домами буквально в нескольких кварталах от центра царит убогость и беднота частные дома в омске их можно встретить во всех районах города есть конечно добротные дома но много домов на которые без слез смотреть сложно здесь все еще тут от печку так как провести газовое отопление это очень дорого и не все готовы выложить кругленькую сумму как-то не укладывается в голове страна имеющая природный газ и обогревающая европу не может согреть собственных граждан печка это еще не все прелести жизни в частном доме у многих нет водопровода и как старые добрые времена за водой нужно ходить на колонку и это еще не все во многих домах нет благоустроенного туалета и как много веков назад по нужде люди ходят на улицу и и По проекту многие дома в Омске должны были снести. Но так и стоит этот частный сектор чуть ли не в центре города. Это улица Герцена. Здесь расширили дороги, но не за счет сноса домов, а за счет того, что сократили расстояние между дорогой и домами. И вот на лицо такая вот жуткая картина. А вот еще одна улица. Это Красноярский тракт. Здесь тоже расширили дорогу под самые дома, хотя должны были расширить ее за счет сноса этих домов. А еще в этом месте, даже если вы захотите перенести дом вглубь, подальше от дороги, сделать вы это не сможете, так как здесь проходит красная линия. И малейшая перепланировка будет незаконна. Вот так и остается смотреть в окно на машины, дышать гарью и глохнуть от шума. Ведь по этой дороге идет груженный транспорт. А еще это опасно, так как малейшая авария на дороге может повлечь тяжелые последствия. Чтобы совсем не было грустно, покажу вам, мои дорогие зрители, старинные, красивые дома. Это памятники деревянного зодчества. Такие дома храняются законом. Их не так много в Омске, но они есть в разных местах города. И, как видите, неплохо сохранились. Вот такой это Омск, город контрастов. В следующем видео я продолжу вас знакомить, мои дорогие зрители, с этим славным городом. А на сегодня это все. Если видео понравилось, не забудьте подписаться, поставить лайк, поделитесь им в соцсетях. И до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok